И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш. Сегодня у нас с вами очередной выпуск дайджеста о тех альбомах, о которых у меня никак не получилось высказаться в полном формате, поэтому высказываемся как есть. Итак, поехали! Я очень-очень надеюсь, что всем Нормисам припечет от сольных работ Хейли, поскольку они не имеют ничего общего с альбомами Парамора. Закончилась прямолинейная текстовка, и начались более взрослые рефлексийные тексты. Что уже на огромную-огромную радость. Уже с первого сингла «Симмер» стало понятно, что здесь не только вот этот минималистичный трипхоповый инструментал берет верх над всеми предыдущими стилистическими ассоциациями Хейли, но и ее вокал звучит здесь совершенно по-другому. Часто рвано и хаотично, часто танцевально-попово, а часто даже инди-роково как-то так. В любом случае, февраль вот уже спасен для меня, по крайней мере, одним этим EP. Как я понимаю, должны выходить в следующей части продолжения, к которым мы, конечно же, вернемся. А пока, ну, действительно, очень сильное креативное начало для сольной работы. Более олдскульный вариант музыки от Дензела звучит все так же органично, как и другие стилистические варианты, в которых он уже предлагал свои релизы. Не сказать, что я прям в восторге от повторяющихся битов и строчек, да, как и постоянного перехода на вот этот хрипло-агрессивный полугроловый звук. Как бы там ни было, на 17 минут, ну, вполне себе достойный EP, который все-таки так отдаляет Дензела от креативного пика в альбоме Табу. Как-то не сложилось у меня с этим альбомом с первых же секунд прослушивания. То ли это мои плохие колонки-плохие уши не расслышали ничего, кроме полной копирки музыки Найтвиш. То ли одно из двух, конечно же. Каждый трек начинался сильным гитарным рифом и мгновенно убивался режущим уши вокалом, который еще и доострили эффектами и диссонирующим с инструменталом интонациями. Ну и плюс еще эквалайзером, но не суть важна. В итоге получилось так, что где-то две, где-то две трети альбома я прослушал, прощелкивая вот так каждый трек в надежде услышать что-то, что не вызывало бы головную боль. Но не получилось, что уж тут уж. Вообще, я уже и забыл было бы о существовании грув металла как такового. Если бы не деды, ну, эти и Lamb of God, то я бы даже и не вспомнил про существование стиля. Это как раз один из тех случаев, когда отдельные треки мне нравятся от и до, ввиду их гитарных решений и вот этого рассыпчатого тембра экстрим-вокала. Но альбом целиком слушать получается только вот ценой тяжести в ушах, ведь он сливается в однородное грувое такое метольное молотилово, за исключением разве что там последних нескольких треков. Однозначно советую его больше даже, чем последняя работа Lamb of God, которые, ну, все-таки ушли в самоповторы. У меня сложилось очень такое дурацкое, противное, я не люблю вот это такое ощущение, касательное этого именно альбома, ввиду того, что на протяжении всего часа прослушивания складывалось вот это впечатление, что мне впаривает какой-то арт, креативный арт-объект, звучащий довольно все-таки посредственно. Я очень-очень люблю электронщину различных сортов и мастей, но по факту в этом альбоме я услышал только кукольный вокал, размитый там эффектами, и техно-синт-поп-индастриал, там, драм-н-бейс немножко, чуть-чуть транса, вот этого всего, вот в инструментале, который на самом деле резал уши, плюс болел в голову. Отдаю должное мощному припеву в треке My Name Is Dark, но не могу не расстраиваться от затянутости и неоправданной длительности всего звучащего. Возможно, серьезно, я не отрицаю этого, когда-то я переслушаю и составлю новое впечатление касательно альбома Граймс. Сейчас же есть целый ряд более приземленных таких альтернатив в жанре, которые звучат лучше и не корчат из себя вот такого вот светила всея электронщины. Насколько же это все-таки разочаровывающая попытка, вот после бодражащего душу, тело и уши альбома V, то есть 5. То корева, то нескольную трэпчину, то непонятно что. Вот ребята делали и обернулось это все далеко не самым лучшим результатом. Конечно, эксперименты мы всегда любим и всегда ценим, но никогда они выходят качественно хуже любого другого пересеченного трэпкор-релиза. А тело, например, почему нет? Пускай пробуют там новые и разные, это холливуд андеды, пускай, но не выдают в итоге проходняк по меркам выбранных стилей. Ну, как-то так. Здесь же хард-рок, хэви-металльный, как по словарю. Вот открывайте словарь, там хэви-метал, и там вот будет вот этот альбом. Абсолютно никакого отступления от жанровой канвы, ни по аранжировке, ни по подбору инструментов, ни по лирике. Вокально Оззи полагаю, но все-таки уже подстарел, возраст дает о себе знать, поскольку в его голосе нет вот этой той глубины и пафосности даже, которым на смену пришел вот этот высоченный полуфальцет, полуписк. Потому и оказалось, что фиты звучали намного интереснее всего остального. В особенности вот в титульном треке Ordinary Man. Именно партия Элтона Джона звучала лучше всего, всего, что было за весь альбом. Радует, что маэстро все еще делает дела, все еще сочиняет и исполняет. Это очень здорово, я рад за мужика. Но не радует, что на его релизах перестали появляться именитые гитаристы, которые составляли альбомы вот напополам с вокалом практически всегда. И даже вот включение нескульных артистов, ну, тоже все-таки не особо спасло. А так это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы эти альбомы или нет. Понравилось ли вам что-то или нет. И на что мне сделать обзор в будущем в наших следующих видео. Также не забудьте про наш традиционный стрим каждое воскресенье в 15.00 по Киеву. И мой твиттер, где вы можете все высказать мне, добавить. И я там вообще пишу очень много и всякая разная ссылочка в описании. А так это все на сегодня, дамы и господа. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok